Глава района Яркеблана Иксанов сегодня встретился с жителями Оралтал, находящихся в эвакуационном пункте, организованном в общеобразовательной школе номер 8. Здесь были обсуждены последствия наводнения. Аким района провел с пострадавшими жителями разъяснительную работу по восстановлению ущерба потопленных домов. Как известно, поводковыми водами затоплено несколько сел Бурлинского района. Вода не отступает. Несколько сотен жителей района не имеют доступа к своим жилищам. 28 марта в Бурлинском районе Акимом района объявлен режим ЧАЭС. 29 марта создана специальная комиссия по ЧАЭС. 1 апреля созданы рабочие группы. По словам Акима района, рабочие группы созданы по каждому населенному пункту. Каждый населенный пункт по отдельности. То есть Ахсу, Ахсу, Кентюбик, Кентюбик. Кентюбик совместно с Бахтаралом, так как один сельский город. Пугачево, Пугачево, совместно с Пепелом. И город разделили на несколько частей. Это Шанхай, это северная часть города, это южная часть города, это Аралтал, новый, старый, неважно. Это от 7 микроэнда до Изултала. Вот такая группа работы. Группа работы началась с этого пандемия. Собственники должны акт обследования группы, подписанных членами, заявление, заявление на получение единовременного пособия в размере 50 МРП. То есть месяц на расчетном указании. Это в сумме 184 600. Это единовременно. Потом нам в срочном порядке от 37 нужна информация всех членов, фамилии, имя, отчество с указанием и индивидуального идентификационного номера. Номер телефона собственника, точно такие данные, фию, документы и расчетный счет, то есть банки или карпшот для начисления пособия. Пособия начисляют в течение трех рабочих дней. По словам главы района, в частности по Оралталу, выявлено и подтверждено фактов подтопления 30 домов. Всем собственникам домов будет выплачено единовременное пособие в размере 184 600 тенге. Кроме того, на каждого из членов семьи будет предоставлена помощь от фонда «Красный полумесяц». Глава района представил пострадавшим ответственных за сбор заявлений в Оралтале, руководителей районных отдела архитектуры строительства и градостроительства Адильжана Утзибаева и отдела культуры и развития языков Ансара Дюсенова. По всем вопросам и справкам глава района рекомендовал обращаться к ним. Также было отмечено, что для оценки ущерба в домах оценочную кампанию жители могут выбрать сами. В свою очередь жители, чьи дома пострадали от паводка, задавали вопросы, волнующие их уже второй год. Где им жить, какие меры принимаются для отведения паводковых вод от села. Я живу на улице Мирам-58. Семью отвез к своим родителям в Шангарлау, жену, четверых дочек и тещу. Пока они там, я сам на работе. Второй день в таких условиях находимся. По вопросу документов нам сказали, что заявление должен подавать владелец дома. Необходимый документ, удостоверяющий личность, техпаспорт на дом, госакт и список прописанных членов семьи и их все документы. Находящиеся в эвопункте жители указали на минусы оценочных работ в ходе прошлогоднего паводка и внесли свои предложения. Поэтому вы и вышестоящие над вами руководство должно решить эту проблему с переселением всех домов на подтопляемой территории в безопасную от воды зону. Иначе мы встретимся с вами и в следующем году. На данный момент в эвопункте 8 школы находится 51 человек. В эвопункт в школе номер 8 Аралтала обеспечено горячее питание. В эвакуационном пункте школы номер 8 города Аксай на сегодняшний день находится 51 человек. Из них 9 человек из Пугачёва, 41 пострадавшие из старого Аралтал и один человек из населенного пункта Пепел. Всем прибывшим в эвопункт жителям предоставлена первая медицинская помощь. Они обеспечены четырехразовым горячим питанием, снабжены всеми необходимыми постельными принадлежностями. Этот эвопункт может принять до 60 человек. Всем, кто помогает, выражаем благодарность. Таким образом, в Бурлинском районе потоплены такие населенные пункты, как Кентубек, Аксу, Бахтеарал, Аралтал, Пугачёва. Во все эти населенные пункты организован подвоз питьевой воды, продуктов питания. По предварительным данным, примерно на 300 человек.